Жизнь не спрашивает нас, она просто делает так, как ей надо. И я горжусь тем, что вот вы здесь, мне родственники, собрались красивые, умные, порядочные, честные и сильные люди, которые, к сожалению, редко говорят об этом себе в последние 23 года, с 1991, когда мы стали заниматься общечеловеческими ценностями, демократиями, толерантностями и прочей хреновыми, которые нам, в общем-то, особо не нужны, потому что мы слишком хорошо были до этого. В последний год в моей жизни было много вещей, в основном хороших, но были вещи, которые напоминали о том, что человек всего лишь спичка, спичка вспызнувшая, быстро прогорящая и очень быстро уходящая из этой жизни. Я делал день рождения, отцу туда и от своего друга, в городе Сосновной Бород. Приехал красивый высокий мужчина такого-то. В поселение дня рождения он упал и ушел. Мы его проводили, и потом его выпили все вместе, позавидовали. Потому что это было ни в кровати, ни в стиле сопливых дальних родственников, которые ему непонятно, как относятся. Это было красиво, быстро. Там мотанцевалась красивая девушка. И вот швены, которые в Алтавской битве, 4 тысячи швенов, пошли в атаку в Лолд, на 25 тысяч ростях. Но они их так презирали, что пошли в Лолд на них в атаку. Их просто перебили палками. У них считалось, что если ты погиб в Латаде, тебе сразу в район место находится. Наверное, в этом что-то есть хорошее. Как говорят вот Серега с Димой, сделай что можешь и будешь что-нибудь. Я хочу сейчас вас попросить, ребята. Третья песня, третий тост. Мы обычно пьем третий тост. Молча, стоя, ничего. Наполните бокалы свои, пожалуйста, у кого-то еще есть, мы принесли. Я хочу сейчас вместе с вами напоминать всех ученших воинов нашей Родины. Потому что, знаете, есть... Я вот выяснил, мне Таня Висборд сказал, что ее отец Юрьевич Висборд, мой любимый учитель, он сказал, что, знаешь, он говорит, никогда не воевал с людьми, он воевал с процессами. Ты идешь, на тебя душ капает, открываешь зубь. Ты видишь, что с горленью летками ты уходишь из-под этого канта. То есть ты не воеваешь не с людьми, а воеваешь с процессами, которые потом ты процессом перенаправил, процесс пошел в другую сторону. Все мы там будем когда-нибудь. В этом ничего плохого нет, в этом нет ничего хорошего. Это просто жизнь так устроена. И все мы равны перед Господом, Богом. И добрые, и злые, и ласковые, и неласковые, и толстые, и худые. И все мы равны, дорогие друзья. И надо об этом иногда вспоминать. Наверное, от этого. Мне вот лично становится, как раздавляюще. Давайте станем и поменим третьим тостом нашей главной славы, дорогие друзья. Наша главная заслуга. Это боевая справа страны, которая говорит на русском языке, которая победила всех гадов, которые на нас нападали. Вот это главный повод, чтобы нами мы гордились. Третий тост. Давайте поменим чуть-чуть. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Девочки, Европы, нет? Леха, нормально? Пока. Когда мы вернемся с войны, Красивые и молодые, Овейны, дымам, побед, Аковлеты, Акалина и Раму, И будут на грамм сиять И волосы наши святые. Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Подмаши и крики «Ура!» Подмаши и крики «Ура!» Мы были надежные страны, Останем нормальные люди, Но мы выпить были и закусить, Когда мы вернемся с войны. Хлопаем. Когда мы вернемся с войны, Все девушки будут прекрасны, Все женщины будут лыбить, Тоску и тихие, И не жены. Давайте от них все скачаться. Мы будем их лечь налюбить, И черный цвет белых окрасных, И утром, и ночью, и дымом, Когда мы вернемся с войны, А там высоко над земной области, Но с самой вышелкой лучкой, Кому и куда повезло, В раю или, может, рамку, Уйдя из раздорванных тел, Могичее наши братишки Внимать и навис высоко, Нас ребята слышат и ждут. А мы покрылись все с утра, На форме зашкопаем любви, И снова суровый приказ За родной любовь пойдет, Но все же наступит по-добовым, Фу, рождеет там без козыте, Однажды, когда-нибудь все, И к нему непременно придет. Когда мы вернемся с войны, 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 Когда мы вернемся с войны,